В общем, мне не хочется вас расстраивать, но, судя по всему, Фрапс сожрал часть игры, которая шла с момента загрузки предыдущего сохранения, до террора. За это время, впрочем, я успел всего лишь закупить достаточно оружия и немножко новобранцев. Ну и переименовать нескольких новобранцев в честь героев интернационала. Я сейчас попытаюсь немножко покодировать и вообще пооткрывать тот файл, который Фрапс сделал, но, если честно, сильно не надеюсь. Ну, тогда начнем прямо с террора, тем более, что за это время больше ничего и не произошло. Снарядим наших товарищей. Интересно, сил-то у нее хватит таскать все это? Где сила-то? 39 маловато. Ну, бабы есть бабы. Кстати, там наступала темнота, поэтому я точно не уверен, темно сейчас или светло. Пусть она побудет с фосфорными зарядами. А вот у тебя сил, 35, тоже не фонтан. 36. Может, это нормально на самом деле? 40, ну вот, ты понесешь завчатку и запасной х-сенсор. Так, лишнего на ней нету, так что она тоже спокойно понесет. Правда, это Вильглин второй, а не она. Ну, и сдержка производства. В общем, поехали. Патронов я, кстати, забыл дополнительно подгрузить. Ну ладно, обойдемся. Жалко, конечно, что танка нельзя тут с собой взять. Кстати, проблему со скроллингом мне решить не удалось. Но можно сделать вот такой вот триггер скроллинг, который бы скроллил только по нажатию на соответствующий пары. В общем, пару человек мы перебежками отправим вам к тем пальмам. Может, они не умрут, может, и умрут. Близь вообще штука такая. Блин, мисклик. Мисклик съел Теу. Ничего, нам не привыкать. Добежишь сюда? Вряд ли. Теу мало. А ты? Вот, Фридрих Первый. Он же император Священной Римской империи, как мне правильно заметили в комментарии Барбаросса. Я, правда, о нем до этого ничего не знал, но сейчас сделаю умное лицо. Ох, миг, блин, на себе. Мне это уже перестает нравиться. Особенно с учетом того, что я не вижу, кто по мне стреляет. И, в общем, я на вашем месте заранее с Фридрихом Первым, императором Священной Римской империи, прощался бы. Ну вот, что за жизнь? Долбишем долбиш по голове с завчаткой. А им все равно. Надеюсь, он успеет потом отбежать. Это уже лучше. Кажется, это Гилман. Выводить остальных или нет? Вот, может, ты сюда добежишь, Чапаев. Да, здесь ты в относительной безопасности. Разве что, конечно, пришелец сидит в доме. А он может. Так, это наш американский коммунистический друг. Правда, почему-то его не любят. Наверное, потому что... А вот это, кажется, уже Дипан. С одного выстрела я, наверное, его не убью. Он останется стоять на открытом месте. Но потери неизбежны. Ага. Он еще и не может выстрелиться. Главное. Если у кого-нибудь есть взрывчатка... Нету. 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 Надо было больше выдавать. Интересно. Я смогу пробить стену вот этой вот пуколкой, которая в руках гарпунной? Кажется, нет. С другой стороны, по-моему, оно пролетело через окно. Я, конечно, не уверен. Но попробую пострелять еще. Потому что мне не нравится, как он стоит. О, стена сломалась. Нет, стрелять мы им не будем. Мы слишком хорошо стоять. И всем остальным закроем. Мостыка. Курсор пропадает. О! Это уже по-нашему. Добежат. Нет. Лучше сюда их перестрою. Вряд ли кто-нибудь будет гранату закидывать прямо в Sky Ranger. В смысле, в Тритон. Так что они в относительной безопасности. Хотя стоят, конечно, хорошо. Одна граната или бластер-лаунчер, и они уже не стоят. Ну что, скрестили пальцы. Это, наверное, гражданский удар. Нет, эти дымовые гранаты, это просто не смешно. Просто вот совсем не смешно. У нас Путин пытается увидеть, был ли там кто-то еще. И пытается добежать до дыма. До дыма он не добегает. Но, пожалуй, все-таки я ему сейчас дам добежать до дымца. Чапаев сейчас вылезет и отправит пару зарядов взрывчатки в сторону предполагаемого. Хотя это вполне себе нормальный, непредполагаемый противник. Видимо, влетело в окно. Очень избирательный такой взрыв получился. Ермак. Давай. Сломай эту уже несчастную стенку. Видимо, ему что-то мешает. Видимо, наш тритон. А, черт, фосфорные снаряды. Да, это вам не для слабонервных. Кстати, где мы вообще находимся на карте? Левый верхний угол? Похоже, да. Есть у нас еще люди. Перси. Давай. Ну, с Путин, ты бы отошел, что ли? А то будешь затылком ловить. Ну, по крайней мере, Перси снес нам дверь. Э, стену. Ну, и двери, и окна, и все, что там стояло. Открывая всем остальным местом для стрельбы из обычных металлоков. Другой вопрос, как это у них получается. Получается, это у них плохо. О, Фридрих. Хотя, я надеюсь, да. О, Фридрих. Сживные снаряды. Ну, больше, чем на один его не хватает. А вот это был очень неприятный мисклик. Но выбирать не приходится. Спрячем хотя бы нашего коммуниста. Все время стрелять с задних рядов. Казалось бы, один инакланетянин. А уже пять человек, или шесть, потратили свои ТУ в попытках его убить. По крайней мере, там светло. Тенемей, молодец. Никуда не попал. Надеюсь, тебя убьют за это. Гордон. Ну, я не очень вижу, кто там умер. Ну, и мне, если честно, все равно. Что? Польская кавалерийская атака на танк. С тем же успехом, как, собственно, кавалерийские атаки на танк. Знаете что? Будем считать, что за этот ход того инопланетянина уже особо не убить. А, это Птолемей, кажется, умер. Жаль, я к нему успел немножко привязаться. Самую малость. Вильгель. С напшотом. Но тогда он не добежит до укрытия. Пусть лучше добегает до укрытия. Карасик. Помятуя о том, как люди считают его везучим и бессмертным, мы пошлем его вперед. Наверное, он умрет. А может спрячиться в дому. Но если он видит Элиэна, скорее всего, Элиэн видит его. Сексик, блин, мне никогда не нравился. Да и стреляет он, как лох. Тарантино. Актер, он, режиссер или вообще кто? Добежишь сюда? Не добежишь. Умрешь, наверное, по дороге. Нет, таки добежишь. Это нам инопланетянин. А, нет, это при стрельбе по этому на втором этаже, или даже на третьем, немножко поломалась стена. Ладно, хватит, поехали. Сколько человек умрет? Так, два человека умерло. Один в состоянии берсерка впал. А вот этот, кажется, новенький. И, кстати говоря, ничего таком держался. Дип-ваны, видимо, насколько я помню, не имеют возможности стрелять в невстроенном оружии. Просто плюются какой-то фигней. А может, я неправильно помню. Петельмей, кстати, жив. Наверное, тот, который умер, был кем-то еще. Нет, все-таки я не буду рисковать стрельбы отсюда. Затылок слишком соблазнительный смотрит. Я не слышал, что он умер. Нужно там, пожалуй, будет держательного человека. На случай, если он встанет. И этот человек, который будет его держать, радостно умрет. Вообще, пожалуй, потери уже несколько превышают допустимые. Карты здесь большие. Их все следовать будет не очень просто. Надеюсь, вот оттуда за окна и мы ничего не прилетим. А впрочем, вперед отчетом. Это, видимо, сортир. Так, тут мы кого-нибудь видим? Нет. Давай обратно за стенку. Так, 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 так. Не едем, никого нет. Никого нет. Только заглянем за стенку. Если никого, то мы в любом случае спрячемся. Мы уже достаточно настоялись на открытом месте с известным результатом. Федрик первый тоже жив. Наверное, умер Вильгель. Я не уверен, вот тот, который умер, был старый или новый. Поэтому, для верности, надеюсь, тут не фосфорные снаряды. Нет, не фосфорные. Для верности долбанем, поэтому ждем еще раз. Кажется, эффекта никакого, оно хуже-то не будет. Это ведь не наше здание, правда? Фосфорные снаряды мы выложим. Зарядим настоящие. Спрячемся. Будет это у нас такая артиллерия. Ну что, в принципе, кроме нашего комми, а, ну и вот этих четырех на открытом месте никто не стоит. Поэтому будем надеяться, что никто не умрет, никто и не умрет. Даже цивилины не кричали свои предсмертные крики. Ох! Попытался к нам один подойти из угла. Охрененно! Кончились патроны. Потом соберем струков. Сейчас нужно решать проблему. Сифлана. Блядь! Вот это был неудачный мисклик. Очень неудачный. Надо, пожалуй, с большей ответственностью подойти к кликанию. Подкрымка вот его тут на реакшн фаер. А, нет, кажется, еще есть шанс пострелять. Нет, нет, у шанса пострелять. Надо было ставить на реакшн фаер. Ну и ладно. О, у Гордона снова проблемы. Вот нельзя перезарядиться и вытаскивать вот это вот говно. Может кто-нибудь гранату кинет? Вот ты, например, сколько? На лево. Сколько у тебя силы, мой дорогой? У тебя мало силы, даже проверять не буду. Сколько у тебя силы? 6. Ну, давай попробуем. Сколько это будет? Так, гранат этого у тебя и нет. Ладно, все. Забыли паровожака. Я знаю, что он по-другому произносится, но... Сами понимаете, чем спасать цивилина? Ну, это даже не смешно. Вот, проверим, Любертс умрет или нет. Нет. Теперь проверим, убьет ли он его, потому что с одной очереди может и не убить. Да? Как я и предполагал. Вы спросите, почему я тогда его туда послал? А потому что мне на него наплевать. Ну, и теперь кто-нибудь вот из этих постреляет. Если у них, конечно, есть общачки. О! Заодно и достойные похраны тем двум товарищам. Амуниция подорвалась. Фредер прячется. Ага, надо было из-за этого стрелять. Ну, в общем, ладно. Не наступить бы в огонь. Без брони это вообще неприятно. По-моему, в этой версии огонь еще не распространяется. Ну, вот будешь за стойкой сидеть, звонки принимать. Или это барная стойка. Бильгель. Практически тель. Будешь прикрывать вот этот подход. Ну что ж, прощай, вожак. Ты был с нами недолго. И ты был абсолютно бесполезен. В чем-то, в принципе, похож на оригинал. Гордон, лох. Если кто не понял. Реакшн фаер. От этого можно не бояться. Если у него оружие встроенное. Так. Ну, один раз он к нему попал. Это уже, в принципе, прогресс. Патронов нету вообще. Охереть. Сейчас попробуем ему что-ли перебросить. Заряженную пушку. Гордон запаниковал. И этого сделать он уже не сможет. Ах. А он даже не докинет. Вильгель спешит на помощь? Нет. Он туда особо не дойдет. Может быть, он сможет зайти так, чтобы по нему пострелять. При этом, не выдав в затылок нашим. Так. Сколько? 19. Значит, 4. Нет. Придется либо отсюда, либо никак. Увы. Увы. Катеремей. Ну, ты и бог. Так. Это будет 34. 30. 26. Я не помню, сколько стоит поднять. И, скорее всего, выстрелить он уже не сможет. Ой, 23. Ну, точно не сможет. Лучше, в общем, он забежит за влево. Из-за оружия. Какой же он все-таки... А вот, кажется, я прошелся по огню, что было не самый хороший день. Но таков жестокий и непрощающий ошибок поиск пути. Вильгель, Вильгель. Дайте немножко поближе. 26 сюда охватит. Хотя, кому я вру? Инопланетянин побежит на вот нашего британца. Фридрих не имеет гранат, как мы уже выяснили. Но не стоит же ему просто так. Вдруг там кто-то еще остался. Итого. Живых все... Это было неожиданно. Это было, в принципе, довольно ожидаемо. Но все равно неприятно. Но... В своей смерти он выполнил... Ну, он еще жив, но мы, я думаю, люди тут все понимающие. В своей смерти он хоть что-то хорошее сделал. Так, отсюда он стрелять не может. Может, может, отсюда. Вот это был хороший выстрел. Так, кто-нибудь тут еще не запаниковавший остался? Что-то, кажется, без патронов. 34. Всего один патрон. Не, ну вы издеваетесь, да? А, я знаю, что я сделаю. 26. Или не сделаю. Потому что не успел бы. Ну. Что-то я ничего в руках у него не вижу. Ладно, неважно. Постреляли, отошли. Давай, хватит уже паниковать, кретины. Это было быстро. Быстро и плохо. Так, Фридрих, возможно, сможет сейчас второму пояснить, кто здесь... Кто? Снайперским огнем пользоваться не буду, потому что тогда он останется на открытом пространстве. Сейчас, судя по всему, я не буду пользоваться никаким огнем вообще. Ну что ты будешь делать? Так, 23 повернуться. 21. Делать шаг? Нет, он не сможет одновременно. Так, патронов у него уже нет. Это печально. Может, снайперским выстрелом он добьет этого несчастного. Но я бы на это не рассчитывал. Ну, вот это вообще, конечно, картина маслом. Фридрих, ты выстрелить сможешь, если вдруг что? Допустим, мне нужно, чтобы ты стрелял перед тобой гора. Наверное, не сможешь. Да, не смог. Так, ладно. Пора уже, собственно, начинать эвакуироваться. Но я попробую еще пострелять немножко этих товарищей. Чтобы улетать все-таки с большим количеством фрагов. Но вот теперь, я думаю, вы видите, почему я не хочу их называть. Может, они умирают слишком быстро? Так, ты все еще видишь того? Нет, не видишь. Все еще паникуешь. Дин Фридрих остался нормальным пацаном с патронами и всем прочим. Все. Сложился. Наверное, их отдых оказался не самым лучшим. Кто-то умер. Надеюсь, не наш. Ну что ты за трусишка? Вот даже Гордон уже очнулся. Правда, он стоит посреди мне поля, смотрит в лицо инопланетянину. А оружие ее в руках нет. Надеюсь, теперь он... Ну, в общем, я надеюсь, что это в том, чтобы был таким трусишкой. Ну что еще один. Это, видимо, тот, который убил нашего Ермака. Или кто там шел. И если остаться на открытом пространстве, то его судьба... Слушайте, ну, по-моему, уже несколько многовато. Но в этом есть один плюс. По крайней мере, мы точно уверены, что это суперкумон. Что бага на сложность не проявилась. Так, ну давай. Ты, пытайся обойти огонь. Кстати, я не уверен, что это возможно. Пережди огонь тут. Граната есть? Есть. Зведи ее и ходи с ней. Пусть это напоминает тебе о том, что ты не взял с собой запасных патронов. Фридрих. Фридрих, Фридрих. Практически Энвис. Возможно, ты еще кого-то успеешь увидеть. Патрончики-то, конечно. Так, ну, по крайней мере, их там двое. Это уже хорошая информация. То есть, это, конечно, плохая, но означает, что мы знаем, где. Так, еще один мертвый. Фридрих, ты парень вообще отличный. Все остальные паникуют, как девочки. А, ты молодец. Огонь выгорел, но этот кретин все равно пошел по тому месту, где огонь еще горел. Он ведь знает лучше. Интересно. Гранаты потом не взорвутся на борту Тритона. Я еще надеюсь, что ему сверху потом на финальной перебежке Тритона ничего не прилетит. Фридрих. Не нарвись на реакшн фаер. Не нарвался. Молодец. Нету линии огня. Не молодец. На этом хорошие патроны закончились. Мы прячемся за угол. На следующем ходу заряжаем противопехотные. Даже Тарантино, сволочь, запаниковал. Я надеюсь, он гранату не бросил. Нет, вроде не бросил. На этого его мозгов хватило. Вообще, Фридрих, конечно, заслуживает того, чтобы улететь с этой миссией живым ему. Но я не уверен, что он сможет преодолеть оставшиеся расстояния до подводки. Он парень. Молодец. Но судьба повернулась к нему задом. А все, зря я его хвалил. Перехвалил. Так, ну давай. На следующем ходу ты... Нет, лучше вот оттуда. И побежишь на Тритон. На шестой швагне. О, бросит всего 13. Я надеюсь, что потолок он не попадет. И граната себе под ноги не свалится. А, он туда же откинуть не может. Давай вот сюда спрячься. Ну, молодец, конечно. И вот сейчас очень вовремя начнемся. Тут, по-моему, какие-то... Какая-то пушка лежит, нет? Та-та-та-та... Угу. Тут, где-то валяется труп его боевого товарища. Скорее всего, напротив окна. Да. Взял ружье, спрятался Может быть, он тоже дойдет до конца О, я слышал труп мертвого инопланетяшки Чум не движется Говорят, на двадцатом ходу они внезапно выживают И начинают двигаться Кстати, это, скорее всего, со второго этажа наш товарищ Который еще убил через окно другого нашего, более настоящего товарища Где твой... А, ты ее кинул Ладно Делаем ставки, добежит ли он до этого ружья Был ли тот зеленый человечек Человечком со второго этажа Патроны есть? Есть На всякий случай Не добежал Так, ты видишь врага Хорошо, а граната есть? Есть И взрывчатка есть На следующем ходу займешься тем, что будешь ее кидать Пока будет добра, спрячься Я не уверен, можно ли держать включенные вот эту взрывчатку Поэтому даже не буду проверять Споттера нету Ну, в общем, никакие-то вялые силы Они двигаются с места Так вот, говорят, на 20-м ходу они все начинают усиленно бежать И читерскими способами узнают, где сидят наши бравые оперативники Которые сражались за Родину И большинство из них можно найти уже исключительно на несуществующем том свете Ну что, пошли шарить по карманам У кого-нибудь есть вот хорошая пушка Выкинь свою винтовку И прячься назад Будешь тоже сидеть и постреливать из угла Ну что, Вильгельм Практически Тель Отойди немножко И кидай Я надеюсь, ты сможешь закинуть Нет, ты не сможешь закинуть Хм, делаем ставки Взорвется ли в руках у этого товарища взрывчатка? Чем закончится? Не взорвалась Можно сказать, повезло Слушай, ну это всего лишь четвертый этаж Вас в школе гранаты кидать не учили? Видимо, не учили Ну Как вообще его взяли в XCOM? Ее А, ну может, кстати, докинуло Может и докинуло Ну на всякий случай мы спрячемся Хотя меня пугает сплэш Я не знаю, распространяется ли он в трех измерениях или только в двух Так Еще один снабшот, так сказать Ты еще жив вообще? Это хорошо Хорошо, что у них нету правых и левых рук Потому что тогда половина из них стреляла бы из ненужных Ну и где? Ага Успеешь убежать? Успеет Самуэль Практически Эл Джексон Тут кажется, на его пути гора Но о чем черт не шутит? Да, на его пути гора Хотя она больше напоминает пирамиду Не нравится мне пересечение этого открытого пространства И, кстати говоря, не зря Он уже, считайте, мертв Да, их оставалось только двое Но я не знаю, сколько пришельцев оставалось Возможно, их тоже немного Зря я сюда палец, конечно Но риск-то дело благородное В случае чего, видимо, улетит отсюда Вильгельм Ну, как раз в одной перебежке Ну, давай, давай, давай Я верю в тебя Зря я в тебя верю Зря Так Этого, вам кажется, не достает Ну, что достанет На возвышении Утого, я помню, еще один зеленый жив Блин, жалко Фридриха Он был хорошим противником Ну, что, все или ничего? Счетом того, что я помню зеленого наверху Прилетело мне снизу Это уже несколько рискованно 19-й ход Если то про 20 ходов правда То я сделаю просто Я встану вот тут Включу reaction fire Включу его включать И даже дусь наших товарищей Патроны есть? Есть Есть ходов Чтоб за это время можно было Все обойти Судя по всему, это неправда Вообще-то говоря, надо бы улетать по-хорошему Но меня очень тянет Хотя бы собрать Оборудование Как видите Так Ну и че делать будем? Я не знаю Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!